Ну, возможно, просто или еще наши новые или старые партнеры еще не поняли, что у нас происходит в компании. Вот, вы знаете, я настолько пожалела, что сейчас не полетела в Дубай опять. Почему? Потому что вот та обстановка, которая вот именно там, она настолько заряжает, настолько приходит понимание самой компании, приходит понимание того, что происходит, потому что вот посмотрите, какие у нас шикарные новости. Да, как я говорю, у нас Сергей Кочерина прет, он когда начинает что-то нам рассказывать, что у него прямо мозг взрывается, и ему хочется нам рассказать как можно больше. А почему ему это хочется? Потому что он хочет донести до вас, до всех, что и вы должны донести до своих партнеров, для новых людей, да, что вот чем сейчас выше у вас пакет, да, вы сами будете в шоколаде. Вот все те, кто на Титане Про, вы понимаете, да, в первый день, когда откроется планета Икс, каждый из тех, кто имеет Титан Про, получит 130 гексогенов, да. Мы только что с Олей, я тоже, как и вы, не все понимаю, и Оля вот сейчас вам четко скажет, что такое один гексоген, он равен NFT токену. Оленька, пожалуйста, у тебя так хорошо получается, я так не повторю. Мы уже разбирали, но не все были, поэтому существует понятие пиксель, точка, электронная частичка, да, это общепринятое понятие, то есть если мы разговариваем с любым человеком, что такое пиксель или NFT токен, он понимает. Но компания пошла другим путем, она взяла свои пиксели фирменные, просто называла гексогеном, сделала их не квадратиками, а шестигранниками, вот и все. То есть мы понимаем, что гексоген равно пиксель или равно NFT токен. Это просто название наше фирменное. Вы знаете, мне очень удобно вот это все, как бы говоря, понимать в каком виде, в виде картины, вот нарисована картина, да, метр на метр, ну, например, да, я просто взяла случайный размер, и вы разделили ее на определенные кусочки. И вот нас с вами здесь сейчас 6-7 человек, да, и мы каждый купили в этой картине по одному кусочку, но один купил в уголочке, другой купил в другом уголочке, третий купил серединку, и каждый выбрал свой кусок, который ему понравился в этой картине, понимаете. Но пришли еще дополнительные люди, которые захотели тоже купить из этой картины кусочки, а потом кто-то из них, ну, например, Оля, захотела выкупить полностью эту картину. Что она делает? Она стучится ко мне, Люба, мне нужен твой кусочек, за сколько ты готова его продать, понимаете. И вот таким образом Оля выкупает этот метр на метр, эту картину. И далее что она делает? Естественно, она ее продает уже за живые деньги. Она и у нас-то купила за живые деньги, потому что ей без этого никак, понимаете. Ну, это вот как бы обывательским способом я вам рассказала, что это такое. Вот таким образом у нас с вами будет каждому из нас даны эти гексогены. Поэтому сейчас у нас осталось два дня, это сегодня и завтра. Времени у нас очень мало, потому что очень много партнеров, которые сейчас именно поняли это дело и переходят с малых пакетов на большие. Поэтому вот вам тоже нужно это уложить в голове, что это принесет вам в дальнейшем хорошие доходы. Ребят, наверное, уже компания доказала свою устойчивость, свой, тот стремительный рост компании, да. Потому что я еще раз вам повторяю, кто не слышал, я зашла, когда было всего 750 тысяч человек. Настолько мало. А 1 августа 2019-го там было 180 тысяч. То есть вы поймите, нас за столько, за такое короткое время компания так быстро рванула. Ну, недаром вчера, видите, сказал Йонас о том, что у нас вообще будет, ну, та цифра, которую он назвал, мне даже ее не повторить, потому что это уж больно много. Да, но я понимаю прекрасно, что введя вот эту платежную систему, которую мы еще не знаем, как она и будет называться, но вот, но эта платежная система дает нам как ввод, так и вывод денег, причем моментальный. Что это за платформа? Подсоединяемся мы к кому-то или это будет самостоятельная платформа наша, да, это уже мы узнаем с вами попозже. Но это будет, я так поняла, через месяц, через два. Ну, я так поняла, что это мультивалютный кошелек, ребята, это очень круто. Если Visa заявила о том, что она будет проводить в сети обмен эфир-биток на фиат, да, то у нас будет мультивалютный кошелек. Там будут и фиатные валюты, и криптовалюты. И я так понимаю, что наш гексагент тоже, потому что он же NFT-токен, он же тоже туда каким-то образом будет припаян. Это я к тому, что отпадет проблема вывода, обмена, а вполне вероятно, что потом туда подключится еще и наша доля. Ну, это как бы одно из предположений, если мультивалютный кошелек, это то, что есть в слайдах. Я вчера, знаете, как делала? Там идет, например, видео или слайд какой-то, Люба присылает, я беру телефон, включаю переводчик, навожу, значит, эту камеру. Он не переводит, я такая, все, записываю. Ну, вот видите, это будет замечательно. Почему? Потому что, скажу вам так, уже компания сейчас наладила вывод денег, потому что вот у меня стояло 13.03, да, и уже эти денежки пришли на биткоин-кошелек. То есть они сейчас выполняют 21 от 21 до 30 дней. Поэтому у них уже стабильность пошла, и это замечательно, потому что компания то, что обещает, она выполняет. Вот это мне, как говорится, очень нравится. Да, она не выполнила сейчас, и это я могу вам сказать, она не выполнила нам обещание выплатить 31 марта, да, по пулам и по нашим продуктам. Но на это есть объяснение. Во-первых, не запущен сайт новый, в котором будет разъяснение по каждому пункту. Вот сколько вы получили с микстера, сколько вы получили с тревела, сколько вы получили там с других продуктов, да, вот, и это будет прямо в количественном выражении, да, в наших BP. Вот, чтобы у вас не возникало вопросов, а с чего мне заплатили, поэтому компания и остановила сейчас пока эту выплату. Когда она включит ее, тогда мы с вами и получим эти денежки. Так что просто терпение на данный момент. Хочу вам сказать, что темпы, ну, нашей компании, они, конечно, просто ошеломляющие. Я знаю, что подготовка любых вот таких вещей – это очень долгий и длительный процесс. Это, вероятнее всего, здесь подтянуто очень много технорей, именно технорей, которые создают вот это все. Потому что, да, вот Оля мне правильно напомнила, эфир, когда создавался, сколько времени потратил на все это создание, да, сколько. Это уходит годы, иногда год-два. Значит, компания заранее готовила это все. Вот вам, пожалуйста. Насколько я знаю, биржа у них тоже уже готова. И если биржа эта готова, значит, вот эти пиксели, гексогены, да, которые мы получим, мы можем тоже перепродавать друг другу. Значит, она тоже появится. Но это я еще просто, как бы, предположение мое, ребята, вот таким образом. Потому что компания идет вперед, а раз она идет вперед, значит, она предлагает нам то или другое новшество, которое уже, знаете как, мы с вами знаем вот только то, что сейчас, а они знают на два-три года вперед, что будет в этом мире, в мире именно IT-технологий. Поэтому это очень замечательно, и я считаю, что мы с вами на правильном пути. Сейчас, на данный момент, давайте я уже, как бы, покороче, потому что мне бежать на процедуру, и, значит, скажу вам так, принимайте решение сами, поднимайте свои пакеты и сделайте так, чтобы вы, позвоните всем своим партнерам, которых вы подписали, и, пожалуйста, дайте им эту информацию. Еще один очень интересный, чтобы вы знали, значит, смотрите, если вы, даже сейчас у вас нет денежных средств для того, чтобы поднять пакет, но вы это собираетесь делать, значит, вот в тех неделях, которые стоят гексогены, да, значит, если вы собираетесь поднять свой пакет с белого, например, до Титана Про, но это вы сделаете через полмесяца, тогда, когда запустят сейчас гексогены на кнопку «не нажимаем», да, осмотрим таблицу. Если вы через две недели поднимаете свой пакет, то вот только тогда вы нажимаете на то, чтобы получить этот гексоген. Вопрос к вам, почему? Да потому что у вас был белый пакет, и на белом пакете там совсем мало, маленькое количество, да, а если вы за этот период переходите на другой пакет, то у вас в зависимости от той недели, на которой вы это сделаете, у вас будет больше гексогенов, потому что помните, да, по таблице 130, 120, 110, 100. Вот делайте на четвертой неделе повышение, ну, вы собираетесь поднять, да, вот сейчас набираете ту сумму, которая вам нужна для того, чтобы поднять пакет. Вот на четвертой неделе нажмете, потому что если вы нажмете на белом, вы уже потом не получите по большому пакету. Вот это вы должны усвоить. Люба, разве их потом можно будет купить? Их потом не можно будет купить, а бесплатно получить то, что вот по таблице, Оленька, если, например... Нет, а не до завтрашнего раза в дня возможности апгрейта? Нет, а так апгрейт можно сделать и после праздника, просто сейчас это здесь на 777, а в дальнейшем, в дальнейшем, это, возможно, цифра будет другая. Оль, никто не отменял покупку пакетов и апгрейта? Понятно. То есть если за 700 не купили, то... Да, там может быть 999, наверняка они поднимают, ты же видишь, они периодически поднимают цифру. Вот поэтому. Вот видите, ребят, да, у кого белый или черный, будет 14 гексогенов, а если вы нажмете, допустим, 10 числа, но знаете, что 20 перейдете на ПРО, то вы единожды использовали свою возможность, и у вас будет 14 гексогенов. И когда вы перейдете на ПРО, у вас этих 130 не прилетит. Сейчас понятно, да? То есть, значит, если вы планируете 20-го, к примеру, сделать апгрейт, то 10-го, когда они прыжают к вам в кабинет, мы не нажимаем, чтобы получить потом 130. Ну и еще раз напоминаю про мошен, который у нас сейчас идет, да? Если вы на черном пакете, то вы можете сделать апгрейд на 500 евро, это примерно где-то 49-50 тысяч, или на 777 евро. Что вам дает 500? Вам дает 500 покупку золотого пакета, но компания вам отдает титан. И вы видели на первой строчке, тогда первую неделю вы сможете нажать, и у вас будет 65 гексогенов. Если вы делаете апгрейд с черного за 777, или с белого, с любого пакета за 777, вы становитесь титаном ПРО, то тогда на этой неделе, когда это все подключится, значит, будет у нас что с вами? 130. Вот сегодня в 19 часов по Москве Качерин уже проводит встречу с нами прямо из Дубая. Поэтому всем быть сегодня в 19 слушайте обязательно. Вот. Ну, надеюсь, вы все поняли. Если не поняли, пожалуйста, давайте вопросы. Часто, самый часто задаваемый вопрос, это что мы все-таки в итоге продаем. Вот у меня сложилось свое мнение, Люб, твое какое. Что все-таки мы продаем, на что мы зовем людей? Ну, я хочу сказать, сейчас уже мы в компании зовем людей на то, что у нас есть очень хорошее обучение. Ребята, вы еще просто не окунулись в него. Я была в прошлый раз в Дубае, да, и нам всем подключили эту систему Миндал, и я хочу сказать вам, там настолько все полезно, там настолько много информации, которую, в принципе, вы не найдете в одном месте, вот как наши дали, да, в одном месте сразу все. И социальные сети, и Инстаграм, как развивать все, что хотите. Дальше у нас с вами прекрасные продукты, которые появились уже и есть сейчас, и в дальнейшем мы с вами эти продукты получим. Я вам хочу сказать, что, вероятнее всего, вот самое интересное, что как раз вот те продукты, которые нам дают, айтишные, они современные, они как раз те, которые нужно сейчас нам познавать в любом возрасте. Вы знаете, я сейчас нахожусь в санатории, я вижу, что такое игры. Они все сидят, детки, было бесплатно приезд детей в санатории, они все сидят, играют. И вот только слышишь, 91, нет, у меня 96. Понимаете, это вот просто, вот для меня мозг взрывает, и я понимаю прекрасно, что я как раз в том месте и в тот час, ну, владею информацией. Ведь самое главное – это владеть информацией. Поделитесь этой информацией со своими друзьями. Потому что, да, мы привыкли продавать, да, бутылочки. Мы привыкли всех лечить, и сама такая. Вот, понимаете? Но, оказывается, даже здесь я пытаюсь просто в бассейне плавать, начинают женщины разговаривать, и пытаюсь ей рассказать про Наюту. Понимаете? Рассказать про мыло. Ну, мы такие, мы вот откровенные, и мы хотим поделиться с людьми. Так вот, делитесь тем, что у нас с вами есть. Да, есть. Путешествие будет очень хорошо сейчас развиваться. Будет у нас отдельная тема, и Сергей сказал, что он нам все покажет и расскажет, как это все делается, и как это можно как раз в тот период, когда мы отдыхаем сейчас и ездим куда угодно. Как в Санкт-Петербурге вы сможете заказать отель, так и в любой точке мира. Приедете, оплачиваете и уже отдыхаете. Вот, наверное, так, Оля, я бы рассказала о продукте, потому что продукт, в принципе, очень хороший. Почему? Потому что, ну да, это не баночки. Ну, вот так. Я бы сказала, наверное, что мы проводники, консультанты. Мы открываем людям доступ на большую платформу, позволяем им стать членом, партнером этой платформы, а дальше каждый развивается в своем направлении. Кто-то строит структуру, кто-то там лайфтренд, кто-то миксер, кто-то на планету. То есть, по сути, мы консультируем, как зайти, ну, вот взять Алиэкспресс, да, мы можем быть с консультантами. Там раздел чулки-носки, тут раздел бакалей, там еще что-то. Вы просто переформируете вот это вот сознание, что мы продаем не конкретно что-то в отдельности, а мы, в принципе, показываем людям возможности за небольшие совсем деньги купить членство, партнерство, доступ к глобальной мировой платформе, а дальше уже каждый развивается в своем интересах. Ну, вчера было сказано, со сцены, в принципе, мы создаем большой клуб по интересам. Почему? Потому что как раз вот чем отличаемся наша платформа от других платформ, я просто знаю другие платформы, там нужно что? Там нужно, во-первых, каждый проект, который приходит на эту платформу, вкладывать новые деньги. У нас с вами этого не надо. Мы один раз с вами покупаем пакет, а уже компания подписывает договора с теми компаниями, которые хотят быть на нашей платформе. А почему они хотят? Потому что нас большое количество, и нас будет еще больше. В других компаниях вот как раз сами партнеры ходят и находят те или другие кафе, там подключают стоматологию, сама занималась этим. Ой, ребята, как это муторно. Ой, как это, знаете, ну, сначала я схватилась, мне казалось, это интересно. Но таких предложений очень много, и поэтому каждые, каждая стоматология, каждая кафе, они просто начинают отталкивать все эти кэшбэки, которые пытаются заключить с ними договора. И обычно это еще для предпринимательного определенная финансовая нагрузка, потому что каждый договор что-то стоит, потому что иначе нужно что-то, не заплатишь, тебе не дадут никаких скидок. То есть все равно заключается договор, и это стоит договор обычно от 900 евро до полутора тысяч евро годовое обслуживание того или другого кафе для того, чтобы он дал скидки другим. Да, вот так вот. У нас этого нет, поэтому, ребят, я вообще считаю, что это просто здорово, потому что за нас с вами делает это все компания. Наша с вами задача – давать информацию и рассказывать о той возможности, которую предоставляет компания. Вот так как-то. Есть вопросы, Оленька, только мы с тобой говорим. Кто-то мне хочет задать вопросы. Надеюсь, что подняла руку, да. Да. Добрый день еще раз. Добрый. Продукт прекрасен, Но пока он еще донести людям, которые совершенно не понимают этого еще, очень трудно, конечно. А кто сказал, что будет легко? Первенцам всегда очень тяжело. Конечно, не бывает. А вы знаете, как было тяжело? Ну, вроде еще мало кто знает, и поэтому мы вот, крутясь еще в этой сфере MLM, мы быстрее это схватываем как бы. А человек, который вообще далек от этого, он говорит, да это вообще никогда не будет этого. Поэтому так вот. Нет, мы просто идем к тем, кто связан каким-то образом с токенами, с криптовой, с ICO. Молодежи полно хэштег. В Инстаграм набирайте NFT токен. Там народу... Люба, извини. Да. Нет, нет. Знаете, скажу вам так. Я познакомилась с IT-продуктами семь лет назад. Я была такая же вот темная по полной программе. Вы знаете, мне казалось, ну откуда, что? Откуда, какие услуги? А я сама в услугах работала много-много лет. Она занималась, была бухгалтером, ремонтировали автокраны. Понимаете, это услуга. И за нее, за обслуживание платят. Так же и у нас с вами. Нам предоставляют с вами услугу, только IT. IT. IT-услуга. А как же развивался тот же Booking.com? Понимаете, никто не понимал, откуда и как. И хочу вам сказать вот родную историю. У нас мы как раз проводили одну из презентаций. И пришла женщина, у которой квартира в Санкт-Петербурге на Малой Морской. Это вообще центр города. И она ее сдать не могла. Вот не сдать ее было. Никак ей было не сдать, потому что, ну, не найти того человека, который бы снимал у нее эту квартиру. И вы знаете, что ей помогло? Она услышала про Booking.com. Что она сделала? Она зарегистрировалась. Она там, там нужно обязательно получить сертификат. Там не все так просто. Там нужно снять всю свою квартиру на видео. Значит, показать, что это собственность. Доказать все это. И только тогда тебя ставят на платформу. И вы знаете, отбоя не было от тех, кто приезжал. Она посуточно начала сдавать. Она говорит, Люба, мы вообще с мужем просто в шоке. Мы три года сдать не могли. А тут просто народ повалил. Мы, говорит, отбили все то, что когда-то приходилось вкладывать в нее, в эту квартиру. И вот вам, пожалуйста. То есть не все у нас знают. Она говорит, знала бы я раньше. Я бы уже давно ее сдавала. Она сказала, представляете, центр города. У нее поехали индусы, африканцы, иностранцев, там море европейцев. Все приезжали, и она только успевала. Она говорит, у меня иногда клиент сидит на кухне, потому что ждет, когда я комнату уберу. Ну, следующую уберу квартиру. Понимаете? Только потому, что вот они узнали это. Поэтому нам сейчас с вами нужно дать возможность донести до людей, что она такая есть. Ребята, можно перебью. Все красиво. У меня чисто технически, да? Да. Грубатова Лена. Это нет у меня связи. Не открывается краунд страницы. Аккаунт не открывается. Лена, приложение не работает. Лена, приложение не работает недели две уже. Я писала в чате неоднократно. Заходим с браузера. А, да, да. Ну, я думаю. С браузера. Заходите с браузера? Да, да, да. С браузера. Оля, причем, скидывала сайт. Это компьютер зависит. Да. Почему не обязательно? С телефона. У тебя что-то на телефоне нету Google Chrome? Не стоит? Нет, у меня все есть на телефоне. Chrome. Chrome есть. Выходишь с телефона в Chrome. Значит, просто заводить в Crown One. Не заводить. Взять правильную ссылку в чате. Придите ко мне и скажите, дай, Оля, ссылку, чтобы не был недавно фишинговый сайт. И зайти туда, завести логин, пароль. Никогда не гуглите. Никогда не гуглите и попадете на фишинговый сайт, потеряете их или нет. Хорошо. Что работает? Примерно где назад была ссылка эта, Оля? Какой? Не сейчас. Потом придешь, дам. Хорошо. Хорошо, все. Да, да. Спасибо. Спасибо всем. Еще вопросы? Геннадий, может, вот по переговорам у вас, которые были в пятницу, в субботу, есть какие-то моменты? У меня вопрос, можно? Еще утро. Меня слышно? Да. В наушниках? Да. Да. Как, Геннадий, говорите? Геннадий, мы вас слышали, а сейчас вы пропали. Теперь не слышно. Марина, ты вопрос хотел задать? Да, у меня вопрос. Америка уже подключилась к нам? Нет, Америка еще официально не подключилась. Может быть, сегодня нам об этом объявят? Вот как раз для Америки-то и готовит компания, что у нас теперь, значит, это продажа, продажи, да, мы с вами как продавцы. Продажа чего? Продукта. Что у нас с вами? На год у нас вперед с вами есть. Все те, кто купили микстер, вы все активны в течение года. И если у вас люди купили, то тоже они активны. И это вам дает там право, да, матчинг-бонуса. Поэтому для Америки это очень важно. Но у меня уже работает команда в Канаде, и канадцы подключают американцев запросто. Почему? Потому что, Марина, у них одинаковые телефоны. Пока ставите этого человека, регистрируйте как Канада. А как только Америку официально запустят, так он потом поменяет в настройках свою страну. Услышала? Да, благодарю. Еще вот это вот я записывала выражение. Ну, как выражать? Один гексоген равен одному пикселю, а дальше слово NFT. NFT токен. Марина, есть в чате библиотека, там прям отдельный... Мне проще на русском написать. NFT. На русском, да. Заходишь в чат-библиотеку, смотришь, там есть и видео, и картинка. Геннадий, мы вас не слышали с наушниками. Открывайте микрофон. Геннадий. Не получается почему-то, да? У него закрыта и камера, и микрофон. Что-то у него... А ты ему открыть можешь? Я могу попросить включить микрофон. Вот, включился микрофон. Мы вас слышали совсем. Включаю, но не пойму, меня слышно или нет? Вот сейчас слышно. А, добрый день. По переговорам интересная ситуация получилась. Пока человек, причем не первый раз я ему об этом говорю. Он мне встречное предложение. Ну, корректно, я так понимаю, что сказал нет. Говорит, давай лучше делать сайты для коуч-тренеров. Вот, говорит, у меня есть идея, есть платформа, 500 баксов вложили. Зато выхлоп по 350 с каждого человека будем зарабатывать. Ну, это один из ответов. Остальные тоже все пока... Пока собираю свои 100 нет. Все понятно. Геннадий, чем быстрее вы их соберете... Я уже рассказывала этот вариант. У нас есть Ержан, который вот сейчас как раз в Дубае. Вы будете много видеть. Даже подпишитесь на него в Инстаграме. Потому что это человек, который свои 40 нет получил за один день. И, по-моему, 39 он нет получил, а 40 все-таки ответил да. Поэтому чем быстрее вы получите их, значит, не растягивайте. Что он сделал? Он снял видео от себя лично, как он понимал нашу платформу, и разослал первым из списка 40 человек. Там были все. И знакомые, и незнакомые, и врачи, и начальники. Он говорит, не было до звезды. Вот так вот было произнесено им. Вот. Поэтому это нормально. Это нормально. И самое главное, что вы во всем этом получите определенный опыт. А опыт, как говорится, мы должны проходить сами, самостоятельно. Не я со своим опытом, не Оля со своим опытом вам не смогут подсказать до конца, пока вы сами не набьете ту разговорную речь, которая вам нужна, чтобы вас люди услышали. По поводу того, что создание сайтов. Вот получилось так, что я не услышала Сергея Кочерин в Казани. Встречался как раз, пришел очень молодой мальчик. Ему было, по-моему, 17 лет. Ему есть 17 лет. И папа у него занимается созданием вот этих сайтов. Парень загорелся очень сильно. Ему настолько захотелось участвовать в этой программе с нами вместе, что он рассказал папе. Папа, естественно, сказал, да мы с тобой денег здесь больше заработаем на создании сайтов. Ну вот. На что Сергей Кочерин сказал, приведи папу. Папа пришел. Да, он сказал, что он хорошо зарабатывает, хорошо, он говорит, я не против, зарабатывайте. Но дайте и ребенку развиться в другом направлении, которое он нашел, которое ему понравилось. Но в конце разговора, вот я сама лично не присутствовала при этом разговоре, какие аргументы были у Сергея. Но я думаю, что аргументы были большие, что наша платформа все-таки это большое количество, и здесь возможностей просто намного больше, чем создание сайтов для кого-то. В конце папа сдался, папа сказал, да, тема интересная, мы будем участвовать, и я вместе с сыном захожу в этот проект. Поэтому да, возможно, у вас маловато для него было аргументов. И еще очень большой, хороший пример, всегда рассказываю, всегда говорю так, если вы кому-то звоните, да, разговор должен быть коротким, не надо там долго-долго разводить разговоры, но если вам человек дает встречное какое-то предложение, не пытайтесь его сразу переубедить и дать свое. Будьте всегда последним в рассказе. Почему? Потому что головной мозг запоминает последнее. Последнее. Значит, что надо сделать? Надо его выслушать, найти какие-то точки, которые вы можете аргументировать и сказать, а вот здесь больше, да, а вот здесь лучше, и уже дать свою информацию в разрезе того, что дал он вам. Понимаете? Нужно быть последним. Последним в любом разговоре, потому что откладывается в головном мозге и именно запоминается то, что сказал, сказали вы, как последний, подающий информацию. Вот примерно так. Я ответила, Геннадий, на ваш вопрос. Да, спасибо. Да. Еще какие вопросы? Давайте. Смотрите, ребята, очень много информации. Прямо насматривайте, наслушивайте, делайте себе пометки. А сегодня вечером уже Сергей, я думаю, нам отсидел, суммирует, и у нас будет такая картина, да? Да, уже более лучшая картина. Постарайтесь подписаться на всех в Инстаграме, на своих, на чужих. Почему? Потому что вы будете питаться информацией. И это не зависит от того, наша структура, не наша структура. Только единственное, прежде чем дать информацию другому человеку, обязательно прослушайте то, что вы хотите ему дать. Почему? Потому что параллельная структура иногда дает преувеличение какое-то большее. Поэтому здесь нужно тоже, как бы говоря, вот они, да, мотивируют людей, они, людей на кредиты, как-то вот у них это получается. Но смотрите, как они зато растут, понимаете? И вокруг обрастают партнерами, которые также звездочками становятся. Посмотрите, какие заработки. Это же просто за три дня один миллион рублей. Ну, это вообще. Это, конечно, класс. Оля, не слышим тебя. За год и два месяца сколько там, 70, да? 70 миллионов. Кто мешает? Марина, какая Америка? Сколько у тебя Казахстана? Сколько еще в России неокученных людей? Конечно. Ну, неокученных – это такое слово. Некрасивое, конечно. Непроинформированных. Все правильно, Оля. Все правильно. Говорим правильно. Давайте говорить правильно. Я вожусь с ними в одноклассниках. Понятно. Там получается. Можно вопрос по миксеру? Да, можно. Вот говорили, что дадут, значит, возможность получить миксер бесплатно в марте. Если человек подключился в марте, где это подключить? С 3 марта это было объявлено все те, кто подписывал новых партнеров, у них пришли, у всех пришел код. Значит, на первой странице, как только вы открываете свой личный кабинет, если этот человек был подписан после 3 марта, у него есть бесплатный код на миксер. На первой же странице или в кодах, смотрите. Мы не нашли его, извините. Нету, Люба. Нету? Ну, значит, девочки, напишите, пожалуйста, письмо им туда. Вот. И это же письмо скопируйте и отправьте к Ачерину. Хорошо? Спасибо. Ну, потому что первые дни было вот как-то не сразу подключение, но всех, кого вот я подключала, всем пришли коды. Вчера вот как раз активировала один. У всех были коды. На первой странице и в кодах он появляется. Пришло у нас в кабинет, в котором мистер был куплен, и кабинет был заведен в январе. Туда пришел подарочный, а вот бутерберг заводил, который в марте, там нет. Ни одного. Ну, и еще раз говорю, Оля, сделай шаблон. Письма и пусть отправят. Понимаешь? Потому что нужно найти. У нас 3-го числа, это, по-моему, с 3-го марта. 3-го марта закончилось событие, и объявили вот об этом, как бы говоря, март-апрель, все должны получить коды. Хорошо. Спасибо. Ну, везде бывают какие-то оплошности. Будем надеяться, что их потом в дальнейшем не будет. Вот. Хорошо. Всем спасибо большое. Всех вас заряжаю только на успех. скажу вам так, да, успех достается непросто. Для меня вот это 6 месяцев первой работы, вот сейчас я начинаю по санаториям ездить, чтобы отойти от того, что я проделала. Поэтому, ребята, конечно, но я хочу сказать, что вот осмыслив сейчас и переосмыслив все то, что я делала, я понимаю прекрасно, что мы, ходя на работу, да, в найме делаем практически то же самое. Только там нам, как говорится, да, на нас начальник смотрит и спрашивает с нас, а здесь мы сами себе начальники, здесь мы сами себе подчинены. Поэтому поставили цель 20 звонков, если даже у вас на 10-м дали согласие и купили пакет, не останавливаемся, в этот же день доделываем 20 этих звонков. Почему? Да потому что у вас, знаете, как я говорю, торкнуло самого, потому что вы получили ответ хороший, обратный, да, и вы, естественно, идете на этой волне. А если вы на 10-м, да, он согласился, все, я план сделал, да, я подписал одного, вы дальше не идете. Ну, естественно, вы же на следующий день переносите этот список. А списков, ребята, у нас можно, посмотрите, как много нас подключают в разные чаты. Мы с вами сетевики. Ну, я так поняла, здесь в основном все сетевики. Вот. Так берем оттуда. Мы с тобой знакомы вот в этом чате, наверное, где-то пересекались. Все. А ты чем занимаешься? Сначала спросите у него, чем он занимается, и нуждается ли он в деньгах. Не нуждается, без проблем. Идем дальше. Следующий. И не тратим много времени. Хорошо? Всем удачи, всем успехов. Хороших вам больших чеков здесь, сейчас, сегодня, завтра и всегда. Спасибо, Любовь. Благодарю вас всех. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, есть у нас какие-то еще? Любовь идет на процедуры. Мы возвращаемся к тому списку, который написали. Какая у нас задача, цель до конца недели. Нам нужно сделать декомпозицию, ее разбить. Вот это очень важно. То есть зарядиться, зарядились, получили информацию. Не, так сказать, себя не распыляйте на разные эти проекты. Если есть непонимание в чем-то в одном, например, я не понял, что такое токен. Блин, пошли в интернет, набрали. Ну, все, я так делаю. Я откуда вам даю эту информацию? Откуда я знаю? Я же с ней не родилась. Я иду на YouTube. Выбирай ролики самые свежие. Короткие по возможности. Один, второй, пятый. Посмотрела, зашла в Google, статейку какую-нибудь прочитала. И потом на этом фоне начинает появляться информация. Если мы сами себе, знаете, как вот, чтобы еду приготовить, надо же в магазин сходить. Вот чтобы бизнес сварить, чтобы бизнес сначала приносить плоды, мы должны информацию из него забрать. Мало того, что у нас кабинет очень информативный, конечно, мы должны еще и сами стараться. То есть, еще раз продублирую вот эту мысль, что мы являемся проводником, экскурсоводом или консультантом для того, чтобы человек начал свой бизнес на крупной международной платформе, стал ее членом, партнером, и дальше у этого человека неограниченные возможности. каждый выбирает на свой вкус. Вот это вы должны понимать. То есть, вы показываете активный доход, вы говорите о пролонгированном пассивном доходе с мирового товара оборота всех компаньонов, которые существуют у платформы. И вот это важно. Не надо сыпать названиями, они все равно не запомнят, они запутаются, скажут, ешкин кот, это что вообще такое. Вот, индустриями, разговаривайте индустриями, людям так понятно, не говорите, ну ты что там миксер там принесет, он столько денег, у него такой там товарооборот прошел. Игровая платформа или игровой шлюз, которым на сегодняшний день более 400 игр, к концу года их там будет по 2000, есть уже турниры, бриллианты выигрывают, миллионы австралийские выигрывают, так далее, так далее. То есть, это индустрия. Надо будет человеку, он потом узнает название. Это потом, это вторично. Индустрия развлечений. Если есть человек из страны, где играется лото, да, эпик лото, значит, про него я, кстати, вышла на YouTube, и там есть ролики про эпик лото с титрами, с русскими, с переводом, ну хотя бы, чтобы типа знать, да, что это такое, конечно, хочется поиграть, там классно. Ну вот посмотрела два ролика коротеньких, ощутила, народ выигрывает деньги, блин, нам пока недоступно. Вот в таком режиме, понимаете, консультанты, экскурсоводы, как еще это можно назвать, проводники, цель свою разбили на каждый день, что сейчас мы закончим будем делать, наливаем чай и кофе, и пошли по контактам, я на связи, комнату оплатила, нужны переговоры для трехсторонки, скажите, Оль, вот тогда у меня будет человек, когда ты можешь, то есть у меня сегодня встреча тоже запланирована, но я между ними могу лавировать, так, ну что, давайте обратную связь, ребят, ну что молчим, я сама с собой, если все понятно, расходимся, к вечеру должен быть результат у всех, мы его сделали на неделю, но разбили неделю на каждый день, значит, сейчас мы делаем определенное целодвижение, и к вечеру, к 7 часам, когда начнется общекомандная планерка у нас, должен быть какой-то результат, что-то должно быть, было в списке 20 человек, с 8 поговорил, эти сказали то-то, эти на отогрев, этот обязательно, но помните, что завтра все, крайний день, когда можно зайти за 99, и сделать апгрейд 500, либо 777, вот это важно помнить, то есть у нас стоит дедлайн, поэтому сейчас закончили, и сразу яблочко перекусили, мандаринчиком закусили, и вперед. Все в поле. Все в поле, все в поля. Все, хорошего понедельника. На связи. Не прощаюсь, все время на связи. Приходите, вопросы, люди, все сделаем. Благодарю. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.